Всем доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Хоккайдо. И, как мне любезно подсказал Google, игра называется День выплаты жалования 2. Собственно, игра является продолжением первой части, которая называлась Payday the Haste, и она является симулятором ограблений, где мы можем грабить всякие магазинчики, ночные клубы, сувенирные лавки и прочее. Игра не блещет всякими новомодными next-gen'ами, а вышла она в 2013 году, это как раз-таки через 2 года после третьего Battlefield. Я не знаю, о чём вообще разработчики думали, но она на движке Sars'ы, в которой стоит Contra, если я не ошибаюсь, Death, Defeat и ещё несколько игр. В общем, я пока помолчу, а вы просто посмотрите. Хотя нет, всё-таки мне придётся кое-что сказать, потому как... Единственное, что в этой игре хорошего из графики, так это вот заставки слева. Они очень хороши, сделаны неплохо, но, к сожалению, это всего лишь видео, поэтому... Поэтому мы просто начнём... нажмём играть и... Блядь, просто будем охуевать с этой графикой. Так, мы в каком-то тоннеле, я не в курсе, где мы появились. Это чуваки в красном... Так... Блядь... А, их надо убивать, я понял. Просто здесь, в этой игре, просто охуительный искусственный интеллект, и... Пока они в меня не будут стрелять, я не пойму, что их действительно нужно убивать. Похоже, что мы ограбили пару... Пару грузовиков с надписью «Генсек». Это какая-то отсылка, видимо, к Советскому Союзу. Но, к сожалению, игра примерно на уровне графики, которая вот именно вот 50-х, 60-х годов, блядь, когда ещё игр-то толковых не было. В принципе, в принципе, вот так вот как-то и живём. Так, блядь, я не допираю. Почему всё в дыме, и почему полицейский проползает возле стены? Это, видимо, такой ход. Такая тактика. Так, значит, мы зашли в какие-то подсобные помещения. Давайте попробуем выйти уже нахрен отсюда и свалить. И, блядь, вот он, одна... Вот оно. Вот оно, блядь, о чём я говорил. Как в старый добрый Сарсея на нескольких... Нет, на многих. Почти на всех картах, блядь, есть вечно вот такие вот прозрачные стены, которые невозможно пройти. Я очень люблю такие вещи, поэтому можно просто закрыть эту игру и поиграть в Сарсу. Потому как они вообще не отличаются. До хуища полигонов вот на этой стенке. Но единственное, что мне нравится в этой игре, так это... Озвучка. Потому как тут... Играет постоянно какой-то дабстеп. Это такая отсылочка к 2010-му, когда все ждали выхода третьей батлы. И она вышла, и, в принципе, очень даже неплоха, в отличие от этой игры. А что по поводу геймплея? Геймплей, блядь, не лучше, чем в Тетрисе. Ну вы сами только что видели. Эй, чувак, я тут. Просто охуенно. Можно, оказывается, с приклада убить бронированного полицейского шлемя. Ладно, не суть. Давайте пропустим часть с графикой, часть с искусственным интеллектом. И просто давайте поиграем немного. Блядь, я вообще по нему могу не попадать. Ему вообще насрать, походу. Вот да, вот это дырки от пуль, блядь. Вот это я понимаю. Это, походу, очень толстая броня, от которой отскакивают пули, и ее просто невозможно пробить. И, наверное, только с РПГ. И с чего-нибудь похожего. Давайте пропустим эту скучную миссию и ограбим что-нибудь. Ну, в общем, я тут подумал, и я как-то разрываюсь между украинским делом и ограблением банки. Украинское дело, это, видимо, постоять на Майдане, покидать банки коктейлей Молотова в полицейских. Видимо, мне не подошла эта миссия, потому что она тут же пропала. Ну что, давайте попробуем ограбить ночной клуб. Украдем мартини и несколько других коктейлей, и разбогатеем и уедем, наверное, куда-нибудь в Италию. Если честно, я даже не в курсе, где проходят действия в игре. Наверное, это все-таки Америка, потому что люди настолько жирные и тупые, что даже не могут попасть в меня, когда я пробегаю мимо. Ну, вы видели все из прошлого задания. Ой, неплохая музыка там долбит. Ну что, попробуем пройти вовнутрь. Конечно же, мы 13-летние школьники, которым нельзя все-таки войти в клуб, но... Так, ладно. Блядь, что за хуйня? В московских клубах что, блядь, так же, когда ты проходишь мимо секьюрити, блядь, тебя стреляют, что ли? Ну, блядь, это Америка все-таки. Ну, предположим, что это московский клуб, поэтому мы пойдем. Так, я вижу дохреничьи в вопросительных знаках, я вообще не понимаю, что здесь происходит, блядь. Видимо, меня все здесь люди обдорожили, блядь, но они просто гениальны, блядь, потому что по выстрелам это было с самого начала слышно. Единственное, чем располагает эта игра, так это, блядь, просто... Я не знаю, что это, это БДСМ по-любому, потому как можно связывать руки и все, блядь, эта игра больше ни на что не способна. Ладно, давайте попробуем походить, может быть, можно что-то еще сделать. Здесь мы нашли какого-то охранника, который у нас пытался стрелять. Блядь, естественно, с пятью патронами не возьмешь, мы, блядь, Рэмбо, поэтому спускаемся вниз и идем. Естественно, мы спрыгнули, потому что, блядь, у нас же... Мы не можем время тратить попусту, и, конечно же, блядь, мы до сих пор живы, не сломали, не вывихнули ничего. Блядь, охуенно, тут полигонов сколько, блядь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Блядь, я не буду больше даже их считать, потому что их там не больше двадцати. Ну и так, в принципе, проработана каждая моделька. Все здесь статичное довольно-таки. Смотрите, я кидаю гранату, отхожу. И все стулья на месте, потому что это московский клуб, здесь все привинчено к полу, чтобы нельзя было ничего спиздить. В принципе, это логично, поэтому... Только я не знаю, что тут нужно сделать. Походу, нужно ограбить... Так, ясно. Похоже, что нужно найти нам какую-то дверь и найти там сейф с деньгами. Но ни двери, ни сейфы с деньгами я пока не наблюдаю. Только вот недавно проходил эту миссию и, блядь, вот здесь была дверь. Ну, блядь, я все равно молчу про искусственный интеллект, потому что я уже, наверное, заебал со всем этим. Но блукать тут, блядь, из угла в угол тоже как-то не очень интересно. Нам бы дойти ту самую дверь, заколдованную. Похоже, вот что... Это она. Давайте просверим ее дрелью, потому что мы реально хардкорные парни. Нахуя нам ключи всякие искать. И будем мы сверлить 171 секунду, блядь. Это единственное, чем можно вообще в этой игре заниматься, потому что... Ну, блядь, только убивать кого-то и ждать, пока дрель досверлит. И почему-то все время появляются какие-то, блядь, пятна, капли, что ли. Я не понимаю, как только ты подходишь к ней. Видимо, это такая задумка, типа брызги... Блядь, я не знаю. Так, что здесь? Ага. Все понятно. К счастью или к сожалению, мне очень радует, что стрельба здесь проработана довольно-таки хорошо. Единственное, что здесь хорошо проработано, это стрельба, блядь. Но все равно в Battlefield или там в Call of Duty она будет лучше сделана. Потому как там хотя бы присутствует, хотя бы, блядь, малая капля искусственного интеллекта и мозгов. По крайней мере, у разработчиков. В принципе, блядь, после прохождения двух-четырех миссий вам уже надоест эта игра, поэтому после этого обзора я ее, скорее всего, удалю нахуй. Потому что уже раздражает. Вот это бесконечное, бесконечное, абсолютно, блядь, неимоверное ожидание. Я вообще не понимаю, как можно столько времени пилить тонюсенькую дверь. Смотрите, а там же, блин, не больше, ну, сантиметров пяти, наверное, и она точно не... Хотя, может, и металлическая, я не знаю. Вообще, с этими полигонами этой графикой очень сложно понять, кто есть кто, и вообще ничего не вижу, и глаза очень сильно режут. На самом деле, такая... А это, видимо, парни из сериала Breaking Bad. Да, вон тот справа. Похоже, что в этой игре тоже можно варить мет, но я пока не дошел до таких миссий. Они, видимо, откроются после... После, блядь, двадцати дрель и шестиста секунд ожидания. Здесь, похоже, написано, как стать хорошим менеджером клуба. И, блядь, естественно, я могу рассматривать такие вот картинки, пока идет полицейская осада, потому что... Осады, как таковой, я не вижу. Вот, добрый вечер. Осталось 29 секунд долгожданных. Я просто уже не выдерживаю. Я даже не знаю, что здесь делать. Больше, кроме того, как, блядь, ходить кругами вокруг дрели и смотреть, чтобы она не сломалась. Я надеюсь, что в будущем, в Payday 3, разработчики все-таки... Блядь, ладно, хрен с ним, уже с движком. Хотя бы, блин, сделают дрель, которая не ломается каждые 5 секунд, потому что это серьезно надоедает. И да, слова тем, блядь, кто создал эту игру. Мы вошли в какое-то помещение. Вау. Ну, блядь, ну не надо же так все ломать. Потом придется владельцу все возвращать. Так, мы, кажется, нашли кучу денег. И почему-то, блядь, из всех бумажек мы можем взять только стопки. Эм... Так, кажется, я нашел... Блядь. Блядь, по-моему, он тоже пытался пробраться к сейфу. Но, видимо, не судьба. И снова дрель, дорогие друзья. Сколько? 397 секунд. 300 секунд. Считаете, практически. Я просто уже не могу этого выдержать. И вас тоже мучить не буду, поэтому пропущу этот момент. Ну что же, наконец-то мы открыли этот сейф. В нем оказалось много-много денег. Я пока успею рассказать о мультиплеерной версии этой игры. Она рассчитана на 4-х игроков в лобби. Каждый из которых выбирает свою собственную роль. Роль там заключается... Один из них техник, другой вроде бы может тихо проходить все миссии. Третий может там манипулировать, типа лидер. И четвертый там тяжелое вооружение, броня, все дела. Который, в общем, танкует. Ну, в общем, мне эта игра по распределению ролей напомнила Warcraft. Да и по графике, в принципе, тоже. Ну что же, я немного заспойлерю. Мы заберем сейчас все эти деньги и свалим отсюда. В этом смысл каждой практически миссии. И, блядь, больше вы от нее не дождетесь. Все, мы ждем фургона. Идет полицейская осада. И так каждый раз, блин. Начинается полицейская осада. Мы ломаем сейф. Заканчивается полицейская осада. Мы ломаем сейф. Сейф взломан. Забираем деньги. Ждем фургон. Начинается полицейская осада. В общем, это, честно говоря, надоедает после уже... После уже минут 20-30 постоянной игры. То есть, больше вы в нее не поиграете. Ну, скорее всего. Это лично мое мнение. Вы можете, конечно, к нему не прислушиваться. Я все-таки тут делаю обзор. Ну, все, в общем, мы ждем фургона. Блин, я даже не знаю, чем заняться можно в это время. Еще мне очень нравится, как любезно оставляют коробки с патронами полицейские после своей смерти. Это довольно-таки удобно, чтобы противник мог снова продолжить бой. Мы набрали кучу коробок. И можем, наконец-таки, уйти из этого места. Блять, откуда? Я даже веревки тут не видел. И, к сожалению, в это окно нельзя вылезти. Тут немного застряла его нога. Ну что, покойся с миром, парень в батарее. Я думаю, что пора отсюда сваливать. И, наверное, если я спрыгну, то я умру нахрен. Походу, копы закончились. Мы всех перестреляли. И мы сможем спокойно... Ой, блять, бабу-то свалили. Зачем? Я бы тоже ее забрал с собой. Но, по-моему, она уже сломанная. Почему я так чертовски медленно иду? Это, видимо, такая задумка разработчиков, чтобы успели копы подъехать. За то время, потому как, блять, я вообще двигаться почти не могу. Наверное, я сломал ногу, руку, мозг, играю в эту игру. Блин, да че ж так долго-то? Охуительно просто. И... Ничего себе. Вы видели? А она просто взяла и открылась. Это какая-то автоматическая дверь. На самом деле здесь скрытый электронный механизм, который ее открывает, как только подходишь. Ну вот и все. Это наш фургон. Маршрутка, рафик, я не знаю. А без водителя, на котором мы только что возьмем и уедем просто. Видимо, мы ждем своих напарников, которые, блять, хрен знает, где застряли. Почему-то они там... А, ну ясно. В общем, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Ставьте лайк. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok